Даже стесняюсь спросить, что происходит. Да вот Кэп решил заняться продажей резиновых изделий. Всё банально, деньги на нанат нужны. Да не бзди, таракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счёта плюс 100% кредитов придёт. Оу май, вот это подойдёт. Глядя на этот дробовик, я горжусь тем, что моё сердце бьётся слева. Базаришь, товарищ. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутаин, капитан очевидность. И сегодня мы поговорим о дробовике калашников USA Камрад. Он же обладатель неповторимого прицела в виде старого советского телевизора. Он же в народе товарищ. Ведь именно так и переводится слово Камрад. Дробовик, который в своё время, в принципе, неплохо зашёл, но не сказать, что очень. Он не стал каким-то легендарным. Не сказать, что им стало пользоваться очень большое количество людей. Однако теперь он имеет возможность модификации. Вы помните, как наши разработчики говорили, ой, ну что вы, ну дорогие наши игроки. Да мы никогда. Да эта система, она только для варбаксовых пушек. Уж точно не для новых и уж точно не для доната. Ну, в общем, все всё понимают. Я тогда говорил, что так будет. Ну ладно, скажем так, в случае калашникова это не критично, потому что сейчас он не является какой-то метой. И вот его, наконец, с помощью этих модов апнули. Допустим. Нам интереснее узнать, стоит ли вообще этот калашников деталей. Вот, дорогой мой, это отличный вопрос. Стоит ли вообще тратиться, тратить деталей, так, извините меня, у многих, которые находятся в дефиците, на этот дробовик. И я вам скажу, что скорее да, чем нет. Калашников это пушка, которая не пытается напрямую, скажем так, соперничать с тайфуном или хаосом. По дальности ваншота, по степени и качеству этого самого ваншота, однако берёт другим. А именно, великолепным автоматическим режимом. Да, именно так. Сборка, которую вы увидите, будет предполагать наличие трёх выстрелов в секунду. Что, кстати, вполне достаточно. Дробовик показывает высокую эффективность на небольших, реально таких, знаете, дистанциях медика. И особенно хороша при столкновении с несколькими противниками. Знаете, так залетел в плент и там, ааа, сука, хорошенечко всё отпылесосил. Побольше конкретики, товарищ. Этот дробовик лучше хаоса и тайфуна? Или всё-таки нет? Нет, капитан, очевидность. Этот ствол не лучше хаоса или тайфуна. Он, понимаешь, совершенно про другое. Сравнивать калашников с тайфуном или хаосом всё равно, что сравнивать парные коперхеды с одиночной версией. В самом деле, что лучше? Вы знаете, мнения разойдутся, и там, и здесь будут достойные аргументы. И по факту, на самом деле, и то, и другое хорошо. Просто это не одно и то же. То же самое с калашниковым. Выходя раз на раз против игрока с тайфуном или хаосом, у вас ситуация будет такая, что всё будет зависеть от дистанции. Если дистанция достаточно большая, вы, скорее всего, обладателю калашникова проиграете. Там, где он ещё ваншотит, а вы не ваншотите. На ближней дистанции ситуация будет равнозначная. Потому что, в принципе, калашников вполне годно чаще всего ваншотят. Как, естественно, и хаос, и тайфун. На большой дистанции, как ни странно, частенько будет выигрывать именно калашников. Из-за темпа стрельбы. Поэтому сказать, что лучше, не знаю, ребята. И то, и другое классно. Скажу вам так. Если руки из жопы, то калашников лучше. Сука, наверное, обидно прозвучало, да, для кого-то. Впрочем, ладно, давайте называть вещи своими именами. Вы можете по-другому отмазаться, сказать, что у вас высокий пинг, урон не подходит, ком слабый. В общем, понимаете, вот у вас не ваншотит хаос, допустим. Не ваншотит тайфун, не ваншотит. Вы, сука, не попадаете. Ещё там тысяча причин, отмазок. В общем, как бы вы не тащите. Берите калашников, вот с ним будет совершенно другая ситуация. Кнопку зажал, скилл показал. И что же, мой дорогой друг, там у тебя за сборка такая волшебная? Со сборкой, капитан, очевидность, ну всё не так однозначно. Всё-таки эта пушка не стала какой-то такой, знаете, суперметовой, супер вот такой, чтобы прям каждый второй там кибершпрот её взял, типа буду теперь с этим гонять. Скорее нет. То есть нету какой-то единой сборки. Я вам предложу свой вариант. И потом обосную почему. Выглядит он вот так, друзья. Как вы видите, здесь у нас всё идёт на кучность и, соответственно, на срез отдачи, чтобы она нам ни в коем случае не мешала. Ну такое. Я бы вместо отдачи поставил дальность. Это резонное замечание, капитан, очевидность. Действительно, некоторые предпочитают ставить там дальность или конечности, или там урон потушки. В общем, всё что угодно, но не отдачу, типа ну нафига, блин, на дробовике вообще урезать отдачу. Однако, друзья, обратите внимание вот сюда сейчас. Вначале я стреляю без мода на отдачу. И понимаете, дробовик немножко вводит, его всё равно подбрасывает, уводит. А если учитывать, что вы часто будете стрелять там в подкатах, по противникам, которые движутся и так далее и тому подобное, то есть всё будет проходить динамики. Реальный разброс будет, прямо скажем, и реальная точность, она ещё больше будет страдать, нежели при зажиме на данном видео. А вот ситуация, когда мы отдачу порезали с помощью мода, минус 50%. Как вы видите, тут вообще практически всё в точечку летит. Всё кучно, прицел не сбивает, его особо не трясёт. Всё прямо летит туда, куда и надо. И это реально очень сильно будет помогать в бою. Наверное, некоторые скажут, ну типа законтролить несложно и т.д. и т.п. Друзья, ну несложно теоретически, но, опять же, теоретически. Вспомните ситуацию с Усконом. Автоматический дробовик, всё нормально, бери и зажимай. Но на практике стрелять из него при наличии вот такой отдачи было настолько неудобно, и ваншот, в принципе, был достаточно хорош, что его использовали как там полуавтомат, и всё. По-моему, так делало большинство. Вот поймите, с Калашниковым ситуация абсолютно такая же. Да, вы можете бегать и раздавать ваншоты с него. Но понимаете, использовать Калашников как какое-то полуавтоматическое оружие, как дробовик, смысла абсолютно нет. Это всё равно, что, не знаю, мыть автомобиль из ведра, когда рядом у тебя стоит водонапорный автомат высокого давления. Ну какой смысл? Как бы взял всё нормально, всё хорошо. Так намного удобнее и эффективнее. Зачем использовать Калашников в качестве полуавтоматического оружия, когда для этого есть там Хаос, есть Тайфун, там есть Бенели даже. Пусть она и ваншотит так себе. Ну, это действительно то, что предназначено для такого вида, скажем так, стрельбы. А Калашников он не про это. Калашников это, знаете, как ЮСАС. Вот его можно с ЮСАСом сравнить. ЮСАС в своё время, кстати, даже чуть больше отдачу имел, но фишка была как раз в зажиме. В обалденном зажиме. Ты просто влетел, сука, зажал и ништяк. Если ты не хотел зажимать, если ты хотел какого-то ваншота, ты брал какой-нибудь Мозберг, брал Сайгу, брал Килтек, КСГ, что-нибудь такое в этом духе. Поставив другие моды вместо отдачи, друзья, вы улучшите ситуацию, но это будет минорное улучшение. Такого всё равно классного ваншота, как Калашников, Хаос или Тайфун или что-нибудь ещё, этот дробовик вряд ли получит. Он не столь стабилен. Но ни один из этих дробовиков не может обеспечить такой классной автоматической стрельбы при таком уроне. В этом фишка Калашникова. Товарищ сносит всё в автоматическом режиме. Потому что отдачи нет. Вы просто наводитесь и прямо на дистанции, на огромных дистанциях, можете очень быстро снести противника. Во-первых, потому что урон всё равно очень высокий. А во-вторых, потому что у вас автомат, который долбит практически в точку. Вот почему я предлагаю собирать именно такую сборку, а не какую-то другую. Конечно, другие варианты имеют право на жизнь. Но, друзья, я считаю так. Калашников устроен таким образом, имеет такие ТТХ, такой ваншот, что использовать его вне автоматического режима огня просто не имеет смысла. Для всего остального есть Хаос, есть Тайкун, есть Бинель и так далее. Самый главный вопрос. Это сборочка чисто для пабликов или РМ бойцам тоже зайдёт? Я думаю, что на самом деле достаточно большому количеству РМ бойцов этот дробовик зайдёт. Прежде всего, это, конечно, касается тех людей, которые, прямо скажем, играют от дефа, которые не стремятся ничего открывать, вылетать на больших дистанциях, кого-то ваншотить, а играют именно на тиму. Играют именно как саппорт. Но надо учитывать, что чистым саппортом ты не можешь быть, особенно если ты уже опытный медик, ты в любом случае будешь стрелять. Медик, который играет от дефа, который играет как саппорт, он часто оказывается в такой ситуации, что он в каком-то небольшом узком пространстве, типа плента, залетает, чтобы осмотреться, кого-то арестовать, а там, допустим, два противника или три. И вот здесь, калашников, вот в этих малых пространствах замкнутых, он будет намного лучше, нежели Хаос или Тайфун. Потому что там ты убьёшь одного, может быть, убьёшь второго, и третий тебя прикольче, потому что у тебя тупо не хватает темпа стрельбы. С товарищем таких проблем нет, ребятки. Просто зажми и главное старайся не сильно мазать. Ты можешь всю тему противника уничтожить. 14 патронов в автоматическом режиме. Да это ещё при условии того, что дробовик, в принципе, годно ваншотит и по своему ваншоту не так уж и сильно отличается от Хаоса и Тайфуна. Нагибом пахнет, скажу я вам. В общем, если вы спросите моё мнение, стоит, не стоит, для кого, то я скажу вам, друзья, так. В принципе, подойдёт, наверное, большинству. Но, прежде всего, для тех, кто очень соскучился по автоматическим дробовикам, нормальным именно зажимным. Во-вторых, для медиков, которые играют преимущественно в качестве саппорта и почти наверняка сталкиваться с противниками, они будут не на больших, а на малых дистанциях. И в-третьих, этот дробовик отлично подойдёт тем, кто по тем или иным причинам не может показать какой-то высокий, достаточно хороший результат с тайфуном или хаосом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok